Вот Полечка нарисовала картину. Красота. Молодец, Полеша. Будем покупать тебе холсты. Рисуй. Красиво. Умничка. Ни разу не были мы тут в больнице. Вот больница за пальмами. Прямо здание. Сегодня мы решили прийти сюда в центр Салоу. Город очень большой. Первый раз нахожусь на этой территории. Поэтому сейчас идем на рынок. Это спальный район Салоу. Хочу купить мультиварку. Посмотрю, какая цена на нее здесь. Может быть возьму. Ага. Что это за семена? Кто знает? Напишите мне, мои хорошие. Это с пальмы? Что это падает? Вот такая пальма и семена. Проходим мимо больницы. Сейчас зайдем вовнутрь. Посмотрим, как она выглядит. Непривычный вид больницы. Хочу к окулисту записать детей себя, но говорят, некоторые три раза ходили, и это невозможно сделать. Памятники у них своеобразные. Пусти железо. Так, мы попали на базар. Здесь возле больницы был рынок. Базар это, мы так по привычке говорим. В общем, такой рыночек. Проходим мимо, смотрим. Здесь есть даже какие-то вкусняшки. Вот это симпатичные тапочки, хорошенькие. 18 евро. Кинсы у нас 50, да? Кинсы? Кинсы 15. 15? Ага. 15, 20, 30, 14 кинсы. Почисла мне двойка. Позорница. Да ничего страшного. Мне двойка по числам. Ничего страшного. Так, что тут? Вы снимаете, да? Да. Скиньте мне пока. Почисла мне 20. Ок, ок. Двойка. 25. Ну, вот это эти самые. Это, наверное, дорогие тоже такие. Ну, дорого. Хорошее качество, не то, что там висело. А ну, что тут он? Ну, в Примарке, допустим, здесь 25, а в Примарке можно за 7 евро купить. В Примарке за 7 евро можно купить, да. 25, а в Примарке 7. 6, 7. Скидки. Нет, тут, ну, так. Это дорого. Здесь разные цены. Есть дешевое, есть дорогое. Ну, да. Но везде все по-разному. Тут есть те, которые выехали сюда, они сейчас тут толкнут, что в Примарке взяли. Ну, так и делается. Ну, да, они, мамаша, вижу с Примарка. Берешь, что там везде дороже, что дешевле продаешь дороже. И вот видите, что тут вкусно. Да, люди очень мало. Так, на любителя пройтись по рынку. Вот такая куртка нравится, да? Не-не-не. Пока. Толк, сюда не, сейчас еще саканется куда-нибудь. Да, нет, там вообще дым, да, оказалось. Это жарко будет, наверное, здесь такое носить. Вот видите, жилетки. Я думаю, Примарки дешевле, даже не стоит их и к цену смотреть. 29 я смотрела жилетки здесь. Тут просто, я раньше никогда не рассматривала жилетки, вот эти безрукавки. А здесь начинаю понимать, что у нас здесь очень необходимо, потому что жилетка, ну, как-то вот тут больше актуальна, чем куртка. Это вот именно на этот, в данный момент, в ноябре месяце. В декабре, конечно, будет холодней. А вот в ноябре сама то. Ну, в общем, вот такие вот костюмчики по пять. Так, в общем. Вот по три что-то вижу. Что-то вижу по три, вижу по пять. Вот это такое на мальчишек. Так, прошлись, посмотрели. Буду знать хоть как тут всё выглядит. Давно на базаре не была. Да, надо посмотреть. Вот я тоже по два вижу что-то тут. На мальчишек всё. На мальчиков. Цена два евро. Также есть тут по пять. Сейчас посмотрю, что за костюм. Вот эта жилетка пять евро тоже классная. Классная. Очень чёткая. Вообще, такие вещи тут хорошие. Я спортивные купила только что. Штаны с жилеткой. И кофта. Сейчас ещё посмотрю, что тут есть. Продолжение следует. Продолжение следует. Написали в группу, что включайте кондёры. Дали тепло. Это значит, что у нас тепло в кондиционерах появилось. То есть на первом этаже, кто живёт, у того было очень холодно сегодня. У нас нормально. Я даже, кстати, вот такую щель оставила на балконе, чтобы чистый воздух заходил. Не знаю, мы не замёрзли. А моя напарница, с которой мы работали, она говорит, на первом этаже живёт, очень замёрзла этой ночью. Просто говорит, жутко. Ну всё, теперь. А я думала, что только холодный воздух даёт кондиционер. Тут думают, так они, как бы, такие кондиционеры. Оказывается, нет. Всё, можно включать. Говорят, что на всю зиму нам тут продлили. До конца ноября, но говорят, что ещё и до весны. Но не всех. Некоторых будут переселять там куда-то. Потому что Олину, допустим, подругу, бабушка, мама и брат четверых их привезли ещё в лучшие апартаменты. Они там живут намного лучше. Но только с питанием немножко проблематично. Не такое питание, как здесь. Я купила гречку. Я купила три мемины. Ходила в магазин. Не знаю, украина, русско-белорусский он, что ли. Далеко находится. Три с половиной километров шли. Очень далеко. Купила Насте спортивный костюм. Классный, за 5 евро. Покажу. Гречка около 3 евро. Купила куркуму 75 центов. И купила чёрный дмин. Около 2 евро он стоит. Тоже покажу вам. Ну, в принципе, так и всё. Так что... Вот эта пришла так устала. Ноги болят. Уже думаем, думаем, ну, что нам делать, я не знаю. Здесь прошли, вот, насчёт работы, искали, что же спрашивали. Говорят, нет. Это такое место, где тут, в принципе, на полгода всё закрывается. Всё, сезон закончился, работы тут вы не найдёте. Это только если в летний период, там где-то там можно устроиться на прачку, там и тому подобное. А то сейчас... Нет, говорит. Это надо ехать где-то в такие города, а не курортные. В общем, расстроилась по полной программе. Не знаю уже просто чего делать. Вообще уже просто руки опускаются, потому что... Даже не потому, что нет работы, а потому что я не вижу будущего. Не вижу будущего. Не понимаю, где нам жить, где нам вместе быть, потому что... Ну, если не будет тут Серёжи в Испании, то и мы тут жить, конечно, не будем. Пока ждём. Пока ждём, что они ответят нам. Если ответят нет, то... Это всё. Нужно что-то другое думать. Давайте что-то. Дай сна. Так, мои хорошие. В общем, вот такие у нас сделаем. Покажу вам походки. Что ж такое? Ой, блин. В общем, у нас тут вообще по кругу. Переезжаем мы опять. Неожиданно. Да, принесли бумажку и сказали... Собираем сумки. Не знаем, куда это всё. Складываем потихоньку. Господи, отходу настолько ничего. Так это ещё не всё. Я говорила, не надо покупать. Это ж ещё вот одеяло. Не знаю, сейчас будем как-то собираться. Посмотрим, сколько будет сумок. Хорошо, что есть такая коробка. Складывая сюда в коробку, мы переезжаем. Переезжаем. Вот это ещё до сих пор всё складываем. Настя купила спортивный костюм, но не показала вам. Тройка. В общем, жилетка. В общем, такой цвет красивый. В общем, потом как-то увидите. Просто настроения нет. Переезжать приходится. Ой, уже некогда и показывать. Да, я тоже привыкла. Что ты сделаешь?